всем привет как пел майк науменко я обычный парень не лишен простоты я такой же как он я такой же как ты к чему это я говорю к тому что опять люди пишут мне о том что я всеяден что я слушаю и то и все и пятое и десятое все 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 и что же мне в конце концов нравится непонятно да наверное я скажу вам в ответ следующее я слушаю рок-музыку практически 50 лет чуть больше ну мне лень высчитывать точно наверно больше 50 лет даже и естественно я прошел через много 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 всего и в кое-что осталось кое-что было отметено но и это что я слышал в детстве конечно запала в душу и я с удовольствием возвращаюсь к этим пластинкам это что я слышал в девяностые начале двухтысячных тоже мне все это интересно и все эти 50 с лишним лет я все время слежу за новинками затем что появляется нового в музыке за тем что представляет какой-то интерес за какими-то революционными завершениями поэтому конечно очень много музыки которая мне нравится которую я люблю которую я слушаю дома покупаю эти пластинки и ничего в этом нет удивительного спросите любого меломана настоящего что он слушает он вам ответит что я слушаю все любой меломан со стажем абсолютно скажет то же самое поэтому я вспоминаю группу тинлизи которую мы слушали в юности с огромным удовольствием и до сих пор я ее люблю вы знаете ли потому что если говорить о так называемый новой волне британского хэйвэ металл или там чего хард-рок а я уже не помню все эти термины для меня мало имеет значения очень но если говорить о вот этих вот хард-рок группах прометаллических британских 70-х начала 80-х годов то тинлизи конечно наиболее мелодично из всей обоймы из всех этих джидас пристов и остальных очень мелодично очень лирическая музыка лиричная я бы сказал и с большой фантазией сделано с большой фантазией с тонкостью с изяществом не повесь этого слова но при этом остается в этом самом тяжелом роке музыка очень интересная и хотя пластинками немного тинлизи но кое-что есть а если говорить о самых любимых то самая любимая моя вот это bad reputation может быть из-за того что как я уже где-то там упоминал том что она была записана в кризисной ситуации когда в группе кризис получается иногда очень интересные вещи уволен был гитарист из коллектива этот самый брайан робертсон юный довольно юное существо 20-летняя который подрался некрасиво некрасиво себя повел получил травмы во время тура что-то у него с рукой там были какие-то проблемы то ли его порезали то ли он бутылкой себя поранил получил по голове и в общем вел себя отвратительно за что был прямо в туре уволен и тур это был по моему 76 год если мне память не изменит но bad reputation вышел в 77 значит наверное это конец 76 начало 77 в общем группа доигрывала тур с одним гитаристом второй нужен был гитарист потому что звучание было скудным довольно вроде бы там объявился гарри мур а может быть и нет гарри мур вообще несколько раз появлялся в истории синлизи в самом начале он появился поиграл правда не записывал по моему альбомы с ними а потом после bad reputation он пришел уже в состав группы но тоже не до конца по он надо на двух альбомах он играл но в частности на black rose который тоже мне очень нравится который я сегодня упомянул но а там была интересная история филлайн дружил с миджем юром группа ультравокс альтравокс вы помните наверное да очень люблю альтравокс очень люблю миджа юра и миджи юр был приглашен приглашен в качестве второго гитариста в туре но он так в таком виде выходил на сцену это даже не новый романтик было какой-то такой глэм переглэм что филлайн запретил ему выходить на сцену в таком виде после чего миджи юр обиделся и вообще перестал выходить на сцену то есть ушел и кое-как доигрывали тур втроем а надо было писать альбом что же делать как же быть ну решили писать втроем ситуация была напряженная потому что весь гитарный звук весь вообще звук синлизи базировался и базируется у нас на пластинку базировался можно сказать да на гитарном дуэте на интервалах которые играли два гитариста но казалось бы что сложного одному гитаристу взять и в студии записать все гитарные партии это да это можно конечно но это не очень хорошо потому что каждый гитарист обладает индивидуальностью и это индивидуальность если это хороший гитарист если это продуманная музыка если это прописанные партии придумано все как вот должно быть два разных гитариста должны играть здесь значит Значит, должны играть два разных гитариста, потому что один гитарист сыграет в своей манере, все это наложит, все это будет звучать, но это будет слышно, что это очень искусственная такая музыка. Но, тем не менее, было принято решение писать, и Скотт Гором записал большинство гитарных партий, однако несколько песен все равно требовали другой гитарной работы, и уволенный хулиган был все-таки возвращен, приглашен обратно. Этот самый Робертсон записал соло, по-моему, в трех песнях, если меня не изменяет память, я сейчас посмотрю, по-моему, в трех песнях он играл, да, Брайан Робертсон. Но состав группы принят не был, группа оставалась как трио, хотя здесь он упомянут в кредитах, да, играл на лидер-гитаре, три соло сыграл, но, тем не менее, все остальное сыграл Дором. В общем-то, это слышно, конечно, слышно, что играет один гитарист, накладывает три гитары, все это звучит, но, на удивление, пластинка получилась, как мне кажется, одной из самых собранных. В общем, мне все альбомы Тин Лизе нравятся, даже самые ранние, которые вообще не пользуются никакой популярностью, их плохо очень покупали, но Лайноц двигался вперед и добился того, что его полюбили. Ну, очень хорошие песни писал просто, что-то грех не полюбить, такие песни. Такой пластинка получилась очень собранной, очень цельной, как такое мощное ядро, хотя песни очень разные, но, тем не менее, все это в такой пазл укладывается и очень интересно, даже, ну, даже интереснее, чем Black Rose, наверное, следующий, который тоже я очень люблю, но, тем не менее, Soldier of Fortune начинается с удара гонга мощнейшего. И потом пошел вот этот гитаризм сдвоенный, стройный, торжественный, торжественный, который переходит, меняется темп, быстряется, но остается все равно все в среднем темпе. Музыка в Тен-Лизе, это все-таки средний темп, это не вот этого нет, никогда не было, да и не надо, потому что мелодические партии, мелодика голосовых партий, она требует все-таки того, чтобы ее было слышно, чтобы это было прочувствовано, понято, прослушано как следует. И, ну, не нужно здесь вот этого жужжания, абсолютно, я согласен здесь с Филом Лайнетом, который аранжировал все эти свои произведения. Очень все тонко и, как я уже говорил, изысканно, очень красиво. Soldier of Fortune, это грандиозная песня первая с такой, не с паузой, а с переходом в торжественный марш в середине, с гитарными фразами, потом обратно измаршив в песню и уходит в Bad Reputation, самый зверский номер на этой пластинке. Прямо вот Hard Rock, Hard Rock, Hard Rockович, Hard Rockов. Тяжелый номер. Робертсон здесь еще не играет на гитаре, здесь все играет гором. И все очень слитно, так слаженно и очень агрессивно. Зато Opium Trail, третья песня, это уже какой-то психоделический рок. Все летает, все разложено по панораме, все жужжит, свистит, шипит, гитара летает во все стороны. Вот здесь Робертсон уже подключился. Очень красиво, очень психоделично. Солдбенд, вполне традиционная песня для Тин Лизи, с тем же самым смыслом о крутых парнях, которые являются хозяевами в своем районе. Это такой имидж Тин Лизи, молодые гопники, которые держат мазу на районе. Ну, песня так себе, на мой взгляд, она мне не очень нравится. Ну, если бы не вокал, замечательный лайно-то и не вся гитарная подложка, а также барабанная и басовая. В общем, звук Тин Лизи фирменный, он мил очень моему уху и сердцу. Ну и, конечно, Dancing in the Moonlight, песня, которая стала хитом, вышла в качестве сингла и до сих пор перепевается, переигрывается. Я вчера ходил в кино с семьей, и там где-то в кафе звучала Dancing in the Moonlight, в чьей версии, я даже не знаю. Но факт тот, что она, конечно, до сих пор является очень популярной штукой. Killer Without a Case, Downtown Sundown, тоже абсолютно традиционная песня для Тин Лизи. Что сказать? Хорошая. Хорошая. И одна из моих любимых, это That Woman Gonna Break Your Heart. С неожиданным таким рефреном. Меняется мелодия, куплет исчезает, и вот этот рефрен, в него сваливаешься неожиданно. Такой прямо порог, такой бум, и туда. И совсем в другом стиле рефрен, потом раз, обратно в куплет выходит. Ну и красивая очень песня The Lord. Замечательная просто. И вот такие горки здесь из хард-рока в балладу, из баллады обратно в хард-рок, потом в Dancing in the Moonlight, которая непонятно вообще в каком стиле. То ли это регги, то ли это не регги, то ли это какая-то балладная штука. Ну, очень красивая. Чуть-чуть джаза даже, в общем, там присутствует. Это, кстати, на саксофоне играет саксофонист из группы Супертрэмп. Что слышно, у него очень характерный звук он всегда делает. Это и звукоизвлечение, и обработки саксофона. То есть он очень узнаваем. Супертрэмповский звук здесь очень кстати. Ну, а потом пришел многими любимый... Я, кстати, без особого восторга отношусь к Гарри Муру. Это великолепный гитарист, прекрасный, все, да. Но мне не очень нравится его манера, не очень нравится его вообще все, что делал. Но он прекрасный гитарист, тут слов нет. И на Black Rose он, конечно, наиграл соло своих знатных, знаменитых, скоростных и нескоростных. И в основном скоростных, что, как мне кажется, не очень хорошо укладывается в музыку Тин Лизи. Потому что гитарные партии на предыдущих альбомах, они все очень продуманы, очень точны. И без лишнего вот этого дураковаления, вот этого... Вот это совершенно не... Как-то не вяжется с музыкой Лаймута. Но, тем не менее, здесь это все получилось. И даже вот эти скоростные пассажи Мура очень хороши. Особенно в последний монументальный номер. Вот этот самый Black Rose Rock Legend. Где Мур играет не то чтобы по Пури, но такие вставки ирландских разных наигрышей, кусочки песен. Очень быстро, очень четко и со знанием дела. Потому что, ну, Ирландия есть Ирландия. Что Лаймут, что Мур. Это вот это и вот это. Вот эти ирландские штучки с таким просто драйвом это все сыграно. И песня очень длинная, монументальная. Не знаю, там арт-рок, не арт-рок. Но такой очень красивый, очень насыщенный, фантазийный арт-рок. Ну, мне особенно нравится S&M. Песня, написанная Лаймутом вместе с барабанщиком. И там все лежит на барабанах. Гитарный такой чос заглушенный. И барабаны закрывают все. Просто, просто, просто такой драйв от ударных. Очень хорошая песня. Но здесь вообще, в принципе, все хорошо. Get Out of Here, вторая песня на второй стороне. Тоже очень мне нравится. Там не то, чтобы такой диалог. Не то, чтобы разговор с самим собой у Лаймута. Но так разбросаны фразы в вокале, что очень интересно слушать. Такой, с одной стороны, как бы разговор. А с другой стороны, это не разговор. Это монолог. Это Лаймут кричит Get Out of Here. Вали отсюда вон. И объясняет, почему валя отсюда вон. Но очень интересно построена голосовая линия вся. Ну, Do Anything You Want To. Первый номер, конечно, он задает сразу. Тяжелый рок, Гарри Муровский. Но Гарри Мур здесь все-таки под влиянием, под пятой Лаймута находится. Поэтому не особенно разгулялся. В общем, очень советую Black Rose. Но в основном, конечно, Bad Reputation это мой фаворит. Моя любимая пластинка группы. Тен-Лизи замечательный, уникальный и неповторимый. За счет, конечно, и голоса Лаймута, и его манеры написания песен. И общего звука, который он сформировал. Пошел пить за Фила Лаймута и группу Тен-Лизи. Пока.